Ну, еге-гей, всем привет! Собственно, уже в эфире, сейчас на YouTube трансляцию увидим тоже, ну и начинаем. Давай на YouTube увидим и начнем туда, пока краски подтягиваем. Давай подождем. Все, пошла. Всем привет! Опять у нас вечерний онлайн. Какой-то гул идет. Все, 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 я выключил, у меня звук прошел. Понятно. Еще раз повторюсь, всем привет! Сегодня мы опять на вечернем онлайне. Надеюсь, пропали? Это я пропал? Не-не-не, нормально, нормально, нормально. Сегодняшняя тема у нас для обсуждения ароматизаторы. Тема довольно обширная. У нас за горами с Виталиком большой опыт, ну, Виталика, применение ароматизаторов. У меня большой опыт не применения ароматизаторов с поплавочной ловли. И теперь я вот тоже вникаюсь в эту, в эту, встаю на этот путь, как бы, теперь применение ароматизаторов, поскольку нынешний рыбалка у меня связан с фидером. Вот. Существует две паярных точки зрения на ароматизаторы. Применять, одни говорят, применять и много, другие говорят, не применять. Не применять пошло из, наверное, поплавочной ловли, позволю себе так вот допустить, потому что поплавочный опыт сводится к тому, что большой объем прикормки усыпается в водоем, и рыба там не всегда на него реагирует. И плюс еще в поплавке работает земля, и, в общем-то, международные соревнования проводятся на земле без каких-либо там аром, и аромы там, в общем-то, никто не видел. А вот другое дело фидер. Вариантов для экспериментов огромное количество. Огромное количество мы выпускаем ароматизаторов сейчас. Ну, я хотел бы сказать, что ассортиментные наши фирмы – это не просто ароматизаторы, которые так вот взяты с потолка, я не знаю, как бы налиты по баночкам. Нет, это все продуманные ароматики, вся продуманная ароматика, начиная от монозапахов, допустим, клубника, анис, чеснок, пускай они простые запахи, ну, в плане работы, но они несут определенный смысл, и они все появились с определенной задумкой. Ну, и сложные ароматизаторы, которых Виталик очень много работает, на которым он расскажет сейчас. И да все ребята, кто у нас в команде, принимали участие в создании этих ароматик. Виталь, ну что, как ты по фидору к ароматике? Ну, на самом деле, я приверженец того, что ароматика должна быть и должна быть очень-очень интенсивная. Все это почему? В принципе, если даже почитать наших классиков, то даже в стародавние времена применялась та или иная ароматика. Только она применялась как? Не так, как сейчас мы в химии, ну, так скажем, химические составляющие используем. Она применялась, к примеру, там, укроп, чеснок, те же самые фенхель. В общем, все то же самое применялось, что применяется сейчас, только это было все натуральное. И, соответственно, натуральные эфирные масла, ну, надо сказать, что... Не, даже не масла, я, так скажем, общался в деревнях много с людьми и реально использовали, просто брали там головки чеснока, дробили, добавляли в прикормку, либо тот же самый укроп брали, также перемалывали, либо сушеный, либо свежий и добавляли в прикормку. И все это прекрасно работало. То есть даже не вытяжки, не масла, а именно вот в том виде, в котором это произрастает, скажем так, в абсолютно натуральном виде. Это все использовалось очень давно. Но и тем более те же самые, вот если мы берем горох, который очень обширно используется, но, допустим, есть запахи гороха, ну, гороховый запах, прям четко повторяющий вареный горох, да. Есть варианты, в которых нельзя кормить именно горохом, потому что это, так скажем, очень такая сытная пища для рыбы. Но на этот запах рыба очень сильно, так скажем, плывет. И, соответственно, ароматикой мы можем дать рыбе именно тот привлекающий элемент, который ей нужен, но не давать той питательной, так скажем, субстанции, которую бы она ела. И она, соответственно, будет есть то, что мы ей даем. Соответственно, либо живой компонент, который на крючке, либо там кукуруза, либо что-то еще. В общем, что я хочу сказать? То, что любая ароматика, ну, по крайней мере, в нашей компании это реально отработанные компоненты. Много ароматик, такие, как, к примеру, крупная лещь, белая рыба. Это, на самом деле, собрано, ну, наверное... Все-таки опыт наших предков, о котором никто не задумывается, никто никогда... Ну, кто-то задумывается, конечно, но до этого не доходит. Там настолько противоречивающие ароматы, вот Александр не даст соврать, что просто обычному человеку даже в голову не придет это добавить. Вот. Но я просто экспериментировал, и вот получились, на самом деле, вот, да, крупная лещь, белая рыба, лещь специи. Это, так скажем, наработки наших предков, которые я воплотил уже в современном виде, скажем так. Ну, и наша команда, которая, соответственно, это все дорабатывала, тестировала. И Александр Рудунайф, которому платил это уже в той продукции, которую вы видите, используете. Виталий, расскажи, как ты тестировал, как подбирал аромат? Это же такой определенный процесс. Ну, в Фидере это возможно сделать. Я просто знаю технологию твою. Ну, я сам пытался там что-то экспериментировать. Можешь объяснить процесс подбора ароматизаторов в сложной смеси? Ну, крупная лещь создавалась, на самом деле, ну, потому, как создавались другие ароматики, очень, так скажем, просто, элементарно. Я собрал информацию по, так скажем, каким-то книгам, учебникам при общении с людьми, с которыми я очень много общался раньше на водоемах. Именно не тех, которые, тех, кто читает кого-то, ну, там, Саванеева, там, еще кого-то читали, а именно тех людей, которые просто, ну, он, там, ну, грубо говоря, книгу никогда в руки не брал, и он всю жизнь там рыбачил, так, как его дед рыбачил и прадед рыбачил. Просто общался с ними, и появился какой-то определенный пласт тех вещей, которые люди добавляли в свою прикормку, чтобы ловить леща. Вот. Исходя из этого, я решил попробовать взять все эти ароматы и один относительно другого просто попробовать при ловле леща. Вот. Ну, соответственно, когда я все это начинал, доступ к каким-то пищевым ароматизаторам либо еще чего-то не было, поэтому я начинал экспериментировать с масел, с эфирных масел. На самом деле очень эффективная вещь, но очень сложная в работе. Почему? Потому что масла в воде не растворяются, и поэтому приходилось это вот так вот, как шейкером, как бармен, долго-долго взбивать, прежде чем вылить в прикормку и сразу же на этом замешаться. Вот. Но все равно у меня получился именно, даже с эфирных масел я набрал тот состав, который в последующем стал крупным лещом. Ну, за исключением одного компонента, которого просто в эфирных маслах нет. Вот. Так что... Ну, а остальные, там же ты, определенная у тебя техника подбора этих, ну, в смысле, в процессе логи, это же не просто выдуманные, а это отобранные на водоеме, ну, в смысле... Да, но изначально, изначально весь мой подбор ароматики складывался на... Ну, и до сих пор складывается именно на предпочтениях рыбы, рыб именно к определенному какому-то запаху, ну, каким-то ароматам. Вот. Если брать леща, то, в принципе, это просто. Если брать карася, то довольно-таки это тоже просто. Если мы же берем платву либо карпа, то с этим уже намного сложней, потому что платва любит такие запахи, как там бисквит, ваниль, карамель, в принципе, с которыми люди раньше не сталкивались, и у них нет такого... Ну, не было базы, так скажем, у меня, с которой можно было начинать. Вот. Поэтому я начинал с обычных вещей. Тогда, когда я, так скажем, дошел уже до подбора ароматики по платве, стало возможным покупать пищевые добавки, скажем так. И уже с пищевых добавок я начал что-то делать. Вот. Сейчас, к сожалению, это уже не... Ну, так сказать, очень тяжело, очень затратно делать, потому что это стоит космических денег. Раньше это все было намного доступнее, и можно было спокойно экспериментировать. Вот. Поэтому было куплено, на самом деле, огромное количество. Я там потратил первые двора, ну, наверное, первые две закупки. Это ушло на две моих зарплаты. Вот. Ну, я покупил где-то по пол-литра... Ну, мы скинулись с одним человеком, Серегой Дуженко из моей старой команды. И купили, грубо говоря, там по пол-литра в склаченную огромный ассортимент ароматики всякой. Там и ванили, и карамели, и бисквиты, и все. И, соответственно, все это начали пробовать, смешивать, добавлять. И в итоге получались те самые ароматы, которые стали уже бестселлерами, такие как белая рыба, платва-микс, которые просто ставят платву и любую мелкую рыбу настолько эффективно, что рядом сидящие люди, особенно если они ловят без ароматики, то просто удивляются, как можно так хорошо ловить. Вот, опять же, это не мои слова, это люди пишут в комментариях, если кому-нибудь трудно, могут зайти в комментариях, все это прочитать, и как бы мне здесь лукавить нечего. Я бы хотел рассказать свой пример, свой опыт знакомства с ароматикой крупной лещи Виталика. Это был 16-й год, да, Виталий, отборы в Дубне или 17-й? Нет, мы с тобой до этого еще, когда были отборы в Марина, были отборы в Марина, я тебе давал белую рыбу, когда она была в прототипе, это 14-й год, наверное, был. Когда у вас поплавочные отборы в Марина были. Но крупный лещ, это уже он, это была работа, мы на нем и Кубок России брали. Да, в общем, история такая. Канал имени Москвы, Дубнаут, это старая база, которая всем была известна, сейчас закрыта. Значит, я двукратный чемпион России по плавку именно в этом месте. Я знал там лицея прикормки, мы добавляли туда арому, и, в общем-то, я думал, что я приеду на отборочные соревнования, и вопросов никаких не будет. Вот, Виталик подошел ко мне, перед началом говорит, хочешь, я тебе дам там крупного леща, он на него клюет. Я говорю, Виталик, все нормально? Я здесь собаку съел на этом водоеме. А это был... Сентябрь, конец сентября. Конец сентября. Холодрыга ужасная. Я после Болгарии приехал, прямо из Болгарии, с чемпионата мира по плавку ехал. Загорелый, нагревшийся, и попал в эту обстановку холода. Значит, первый этап. Я не ловлю ничего. Ну, там, ловлю единичных ёршиков, единичную уклеечку, единичную, все. Становлюсь, ну, там, грубо говоря, в серединке всех. Потом второй этап. Я чувствую, что что-то не так, потому что ловы до 4, по-моему, 5 килограмм были. Вот, причем под лещиков, тех, кто ловил. И тут я становлюсь предпоследним. На следующий день, значит, Виталик мне дал крупного леща, и случилось, в общем, чудо. Прикормка, она просто заработала. И, причем так, если ты используешь крупного леща, то ты, ну, в смысле, у тебя придет лещ. Ну, там, под лещик был до, не знаю, там, до 600 грамм, наверное, таких 300-400 грамм. Ну, да, да, да. Но все равно приплывало рыбу, грубо говоря. Да, если у тебя этой аромы нету, ты ничего не ловишь. Вот, и это для меня было, наверное, таким огромным ударом в плане того, что, да, во-первых, крупная леща, во-вторых, оказывается, что я, в общем-то, ничего не понимал. Вот, фидер – это совсем другое. И, в общем-то, сейчас я очень задумываюсь, прежде чем отказаться от аромы, скажем так. Все-таки арома – это большое значение имеет. Можно я зачитаю вопрос? Тут интересный вопрос. Так, обоняние человека, обоняние рыбы отличается. Почему вы считаете, что то, что чувство человек, учует и рыба? Вот живая насадка типа червя или опарыша ведь вовсе не пахнут, на рыбу привлекает. Я отвечу, мы никогда не говорили, что… А можно? Можно я отвечу? Ну, давай. У меня радикальный ответ на это. Ну, у меня тоже. У меня самый радикальный. Давай, говори. Смотрите, мы с вами разговариваем на русском языке. И когда мы нюхаем ароматику клубники, мы встречали с запахом клубники, мы ассоциируем ее с запахом клубники. Рыба не встречалась с запахом клубники, ну и с другими запахами, там, бисквитов или все остальное. Рыба воспринимает ароматику. Рыба воспринимает ароматику не как запах клубники, а как набор химических элементов. Это единственное, это единственное, что она воспринимает. Эти химические структуры могут ассоциироваться у нее с чем-то, что входит в структуру ее питания. Не более того. Ну, например, современное прикормкостроение – это отчасти работа не только с ароматизаторами, но и с исходниками ароматизаторов. Веществами, которые определяют запах, ну, грубо говоря, мы можем вещество, которое определяет запах клубники, и оно может не пахнуть клубникой, но при этом рыба его ощущает как химический запах, ну, как химический запах, грубо говоря, клубники, но это химическая структура. Это первое. Второе. Что касается запаха и привлекательной способности опарыша, червяка и мотыля, то говорить о том, что это запах, ну, к тому, что рыба встречается все-таки в природе и червяком, и с мотылем, и с опарышем, он знаком ей. Но я могу сказать по опыту, что привлекающий эффект живого компонента – это во многом движение. Если мотыль лежит на дне и не шевелится, он не будет привлекательный для рыбы. Нужно движение. Если, ну, там, резаный опарыш – это немножко другое, но если опарыш живой, то рыба видит движение. Там вопрос привлекает, не привлекает, и то же самое червяк. Нарезанный червяк выделяет сок и плюс еще движение. Попробуйте положить не нарезанного червяка без движения, эффект будет гораздо хуже. Ну, я с тобой согласен. Причем, вот Юрий рассказывал, многие это, ну, может, не смотрел кто-то, у них были соревнования в Ирландии или где они там куда-то ездили. И привезли с собой мотыля опять, и местные говорят, что, ребят, ну, здесь не будет клевать на мотыля, ну, то есть, что он здесь не работает. Они говорят, ну, как, ну, нонсенс, невозможно. А им говорят, здесь рыба просто его не знает. Вот, и реально, сколько они его в воду не кидали, не работало. Вот, ну, и все, что я хотел... Мотыль очень часто не работает, это не единичный случай. Ну, да, да, да. Сильно много водоемов, где он не работает. Не, я просто, правда, еще хотел заосредить внимание, то, что все-таки червь и опарыш имеют свой очень сильный запах. Так что, на самом деле, вы глубоко заблуждаетесь, что у червя и у опарыша нету запаха. Он есть, и он настолько сильный, что на самом деле даже ароматикой, концентратом ароматики порой бывает невозможно перебить этот запах. Вот, ну, это мое мнение, может, я просто, ну, мой нос как бы это чует, я не знаю, может быть, не все это чуют, но реально запах что у червя, что у опарыша очень сильный. Причем есть, ну, наши в Голландии выступали, так скажем, на гречку червя. Опять же, рыбу-то привлекало не шевеление, а уже мертвый червь, который был даже промыт в воде. И все равно вот эта вот так называемая гречка на жаргоне, она привлекала рыбу, и только на нее рыба приплывала. И, кстати, вот после этого запретили, помнишь, в мировых правилах уносить уже приготовленного червя, кстати. Ну да. Только живого. Вот, поэтому, так скажем, вы глубоко заблуждаетесь в том, что у живого компонента нету запаха. То, что да, рыба воспринимает запах не так, как мы воспринимаем, здесь мы даже не собирались спорить, и нигде мы этого не утверждали. Вот, рыба, даже те запахи, которые есть в воде, те, которые она знает, она все равно воспринимает их не как запахи, а как какой-то, ну, так скажем, химический элемент, или как это сказать. Ну, грубо говоря, химическую составляющую, которая пропускает через обонятельные рецепторы рыбы. Вот, соответственно, нам никогда не дано понять, как она это понимает, но нам дано понять, что может работать. И, в принципе, ну, исходя из нашего опыта, как Александр сказал и много раз говорил, то, что даже есть химолаборатория у нас определенная у компании, наверное, у единственной в СНГ, в которой тоже это все тестируется и все это делается, ребят. Поэтому много утверждений, много споров, мы никого не собираемся переубеждать, вам просто надо брать и пробовать. Вот, и опять же, вот человек еще, ну, попутно будем на вопросы отвечать. А давай на вопросы, потому что тема ароматики, она какая-то такая, с одной стороны, вроде, там, поговорил-поговорил немного, а с другой стороны, можно говорить и говорить. Вот, и почему бы мне на вопросы не ответить? Ну, здесь просто, понимаешь, Саш, здесь обычно такие вопросы насущие, которые всегда задают. К примеру, а как добавлять ароматику, там, вместе с резаным опарышем или без резаного опарыша? Ну, как бы, я думаю, не всем людям это будет интересно или полезно, потому что резаный опарыш, если заострять внимание, то он работает вообще только, грубо говоря, не в больших реках, ну, в маленькой, вернее, части рек, и не везде это работает, а у многих, не знаю, убивает. Поэтому здесь вы нам можете нарезать опарыш и залить арому, и, грубо говоря, опарыш испугает рыбу, а вы будете думать, что, грубо говоря, вы добавляете лишних элементов в свое, так скажем, построение рыбалки. Давай я расскажу, как, в принципе, правильно использовать арому, потому что вот у людей реально нету понимания, как правильно использовать и как правильно подбирать арому под водоем, мне кажется. А после этого мы уже займемся вопросами. Вот, в принципе, как я считаю правильным вообще подбирать арому под водоем? Приятного аппетита. Меня видно? Я же тебя вижу, это на ютубе тебе не видно. Как правильно подбирать арому? На самом деле, как я и говорил, надо замешиваться на нейтральных прикормках. Но прикормки должны быть обязательно нацелены на ту рыбу, которую вы хотите ловить. Лещ, лещ, плотва, плотва, там, карп, карп. Исходя из этого, мы замешиваем нейтральную прикормку, к примеру, премиум лещ, если мы хотим ловить леща. Закармливаемся и ждем. К примеру, там проходит минут 40. В принципе, если у вас выбранная правильная точка, к этому мы не будем заострять внимание. Это тема других видео, других роликов. В принципе, у меня все видео о промере есть на канале, можете зайти посмотреть. Потому что на пальцах это трудно объяснить, там все это на воде показано. Кто не видел, заходим и смотрим. Мы сейчас разговариваем с учетом того, что вы правильно промерились, правильно выбрали точку. И, соответственно, если в течение 40 минут к вам рыбы не приплыла, ну, то есть вы не получили ни одной поклевки, либо вы поймали какого-то единичного ерша, либо окуня. Вот тогда стоит уже пробовать добавлять арому. К примеру, если мы ловим леща, то можем начать с таких аром нейтральных, к примеру, как белая рыба. Почему с них? Потому что эта арома нейтральная, и она может привлечь и леща, и платву, в принципе, любую белую рыбу, которая есть вообще в водоеме. Вот, подливаем, допустим, 5 кормушек. В 5 кормушек мы подливаем. Перезаброс между кормушками примерно где-то, ну, минут 5, да, ожидания леща. Ничего не произошло, никакого эффекта, ноль. То есть мы после этого кидаем еще 5 кормушек чистого корма, то есть опять нейтрального, чтобы, так скажем, прикрыть слой с ароматикой. Вот. И после этого берем другой пузырек аромы и уже его пробуем. К примеру, крупного леща. Я, на самом деле, не встречал ни одного водоема, где бы крупный лещ отпугивал рыбу. Он может не совсем эффективно ее привлекать. Но отпугивать рыбу он никогда не отпугивал, и, так скажем, лещовый состав всегда приплывает. Вот. И после этого уже... Ну, платву отпугиваете? Ну, платву отпугиваете, но мы уже проверили, что платвы нет. Для этого мы и наливали нейтральный запах, чтобы проверить, есть ли какая-то другая рыба помимо леща. То есть для этого мы белую рыбу и использовали. Вот. Если бы мы, к примеру, залили суперфиш, либо бигфиш, то это могло сказаться немножко в негативную сторону, потому что это такой же агрессивный аромат, как и крупный лещ, либо лещ-специя. Вот. Почему мы добавляем, допустим, крупного леща после универсального запаха, такой, как белая рыба? Потому что, как я и сказал, он по факту не отпугивает лещовую породу рыб. Он может, он ее все равно привлечет, но может не так эффективно привлекать. Вот. Но если уже и на это не приплыло, то, скорее всего, вы просто выбрали неправильную точку, допустим, для времени года. Либо, я даже не знаю, в принципе, вот такой состав, вот как я вам рассказал, он работает всегда, вот этот вот подбор. То есть, ну, не обязательно белую рыбу, к примеру, крупного леща. Вы можете взять универсальную. Она так и называется универсальная. Эта аромат привлекает вообще всю рыбу и не отпугивает никакую. Ну, то есть, привлекается вся рыба, и я не встречал водоемы, где бы она отпугивала. Вот. В принципе, вот алгоритм работы с ароматикой именно такой. Но, чтобы проверять ароматику, соответственно, вы должны сначала изначально правильно промериться относительно водоема и относительно погодных условий. Ну, к примеру, если это в лето, то, соответственно, где-то на отмелях искать рыбу не стоит, ее стоит искать в русле. Вот. И, ну, все это я рассказывал в своих видео о промере. В общем, делать выводы о работе прикормки либо о работе ароматики стоит только после того, как вы уверены в том, что вы правильно промерили, ну, правильно выбрали точку, у вас правильные снасти. Вот. После этого уже вы начинаете подбирать ароматику. Ароматику я, лично я подбираю именно вот таким способом, как только что рассказал. Либо я поступаю в большинстве случаев радикально, я просто замешиваю сразу на крупном леще. Потому что, как я сказал, негативно на леща он не работает. Всегда работает. А какая дозировка в концентратах или в комплексах, в ароматике крупного леща, вот для эксперимента? Ну, для эксперимента я вливаю на 3 килограмма пузырек. Независимо, либо это 0,5 большой, либо это концентрат. 0,5 на 3 килограмма вливаю. То есть, это подходит и для жаркой погоды, и для уже холодной на первоначальном этапе. Потом уже, конечно, подливаем, добавляем, уже начинаем дальше работать с прикормкой. Переначально я пузырек поливаю всегда. Можно я буду твоим оппонентом в плане ароматики? Я скажу, что, поскольку мы говорим по большей части о ловле леща, ну, самая желанная рыба в наших ловах, то есть два пути. Я очень часто тоже об этом говорил. Вот путь Виталика, ароматиком мы пробиваем ароматику на водоеме. Но есть и второй путь, прикормка без ароматики. Это тоже очень важно. Водоемы, где ароматика не работает, их немного, но они существуют. Ну, типичный пример, который запал мне в душу, это Орел, река Орленок, что ли, да, там, по-моему, течет. Вот ароматика там не работает. Очень часто не работает ароматика в европейских водоемах, и чем южнее, тем хуже работает. Так что два пути. Будьте внимательны. То есть там проверять надо и... Ну, смотри, опять же, вот, река Орел, вы говорите, что работал там кориандр, да? Кориандр работал. Ну, естественно, там работали естественные запахи. Ну, вот смотри, я тебе могу привести пример. То, что, в принципе, если бы я ловил там и... А, кстати, вот ты говоришь, естественный запах. А чем крупно лечить тебе неестественный запах? Ты назови хоть один компонент из него, который там неестественный. А я не знаю. И вот когда ты берешь... Может, просто вы не ту ароматику пробовали? Не-не-не. А когда ты берешь кориандр живой, перемолотый, это немножко другое, чем ты берешь... Я не знаю почему. Может быть, там химия, там все-таки носитель. Вся ароматика мешается там на пропилении или на других растворителях, в том смысле, которыми они заливают ароматику. Я думаю, что, может быть, они отпугивают. Но по факту, по опыту, живые ароматизаторы, натуральные ароматизаторы, они немножко в другом работают. Ну, смотри, ты говоришь, вот вы когда съездили на отборы и на чемпионат России в Ростов, вы были, после этого приехали и сказали, что там ароматика не работает, ничего не работает. Ну, это поплавок. Ну, нет, нет. А до этого Владимир говорил, что там все работает и прекрасно на ароматику рыба собирается. Ты не думаешь, что просто... Нет. И вот тоже на поплавок ловят. Нет, я думаю, что в поплавке ты просто не можешь сразу определить, работает ароматика или не работает. У тебя очень много... Ну как, у тебя приплыла рыба, либо не приплывала рыба. Нет, нет, это не так. Ты в поплавке можешь ошибиться, выставить неправильную губину и посчитать, что у тебя не приплыла рыба. Ну, вот типичный пример моего двукратного чемпионства на Дубне. Я же там ничего там... Там ароматика была лещовая. Бразом, по-моему. Бразом. Бразом. Бразом, да, да, да. А попробуй поплавке определить, вот он у тебя работает или не работает. Я просто собрал всю рыбу, которая ловилась там и все. Ну, в общем, надо мне в Орел съездить, потому что у вас все со мной споры складываются только к Орлу, потому что по России больше нету, так скажем... Ну, я тебе могу примеры этого года, не Чебоксары, а Тольятти. Ну, слушай, ну это вообще... Давай не будем приводить примеры водоемов, в которых нету рыбы, блин, Саш. Ну, она плотва там была, она боялась. Ну, да, нет, ну, да ничего она не боялась, ее не было там. Она была в других секторах, в которых она... Да ничего она не боялась, хорош. У Юры и у Паши были две разных прикормки, у Паши была с аромой. И ничего она не боялась, у Одинакова клевала. И все дни она клевала в этих двух секторах, и в этих двух... Поэтому это не тот водоем, который надо. То есть у вас есть один водоем, с которым вы мне постоянно говорите, что не-не-не, вот аромы не надо, вот там вот в Орле не клюет. Придется, когда все закончится, поехать в Орел и проверить, как там не клюет, блин. Вот, потому что только вот единственный водоем, который вы всегда ставите мне в пример, больше других водоемов нет, где ароматика бы не работала. Ну, и нет, я думаю, что они есть, но просто мы их на них не ловим. Там, где соревнования проходят, мы оцениваем и... Почему? Я по региону много поездил, и закрытые водоемы, такие как пруды, ну, реально пруды вот именно колхозные, огромные пруды, да, в которых там тот же самый подлещик, и там платва, все то же самое, и рыба откликается, рыба плывет именно на арому. Понимаешь, Саша? Ну, давай так, 97% водоема арома работает. А какой-то... Ну, придется эти 3% в Орел съездить, и в 3% уменьшить до 1%. Вот, ну, давай, чувак, вопросы посмотрим, или что? Давай я еще хочу одну вещь сказать по поводу ароматики, тем, что ароматика традиционно выпускается в жидкой форме у нас в трех видах. Это концентраты по 70 или 80 миллилитров. По факту это именно концентрированная ароматика, разлита в нашей бутылочке, смешанная, разлита в нашей бутылочке. Второе – это аромакомплексы. Они выпускаются в двух видах, в смысле в двух видах. В двух тарах. Да, в двух тарах – это по 0,250 и по пол-литра. Значит, соответственно, концентрация в четвертинке литра, она в два раза меньше, чем в пол-литра, а пол-литровая концентрация ароматики соответствует концентрации концентрата. То есть, если получается, что мы концентрат, выливаем сахарный сироп в пол-литровый и вот это и представляет себя комплекс. Значит, еще существует вид ароматики, который у нас нет, но который существует в природе – это сухая ароматика. Вот. Мое отношение к ней такое – интересно. Наверное, надо бы попробовать ее, запустить. Но есть определенные проблемы. Мы начинаем раскрывать такие секреты, что мы все-таки ведем разработку сухой ароматики, и вероятно, что она появится. Да, есть определенные, скажем так, условия, когда она применяется. Так что, может быть, она появится в следующем году. А вот, что касается применения концентратов, для тех, кто не знает, так вкратце скажу, что, когда вы не хотите, чтобы прикормка поменяла свою механику, значит, добавляете концентрат. Он не склеивает, не разлыхляет прикормку, просто ароматизирует ее. Если вы хотите подсластить прикормку, чуть-чуть ее слепить, ну, если правильно вводите жидкую ароматику, в смысле комплекс, то тогда подходят именно комплексы. Но у комплексов есть одна проблема большая. Комплексы – это сахарные сиропы с ароматикой. И вот сахарные сиропы при добавлении просто вливания в прикормку могут обволакивать частички, и такая прикормка совсем меняет свою структуру. Поэтому, если есть возможность, то лучше развести в воде, и когда это будет изменение показателей, механический сход из прикормки, меньше всего будет заметно. Ну и плюс после добавления комплексов, если вы попробуете прикормку на язык, она будет сладкой. Ну, надо сказать, что наша прикормка вообще на вся практически сладкая, особенно карповые прикормки. Ну, а тут еще будет дополнительная сладость, питательность. Как-то вот так вот вкратце по тому, что мы выпускаем из ароматики. Ну, смотри, вопрос ко мне, но я задам его тебе, чтобы ты продолжил как бы. Виталий, а в чем различие аромокомплекса и аромамеласа, кроме того, что в одном сироп, а в другом меласа? Ну, я тебе его задам, раз ты уже начал рассказывать про это. Да, ну, про меласу я не стал. Говорить, потому что это все-таки не ароматика изначально, это добавка в прикормку. А вот получилось так, это скорее ароматика попала в меласу исключительно по просьбе рыбаков, потому что многие используют меласу в прикормках, и были очень много заявок на то, что почему туда не положить бы ароматику, как раз убиваем двух зайцев, меласа и ароматика. И исключительно так она и попала в меласу. Концентрация ароматики в баночках пол-литровых с меласой, по-моему, тоже сопоставима, я могу ошибаться, но на большой процент она сопоставима с концентрацией концентратов. И количество, так скажем так, ассортимент ароматики в меласе с ароматикой не такой большой. Мы используем только самый популярный запах. Саша, еще тогда вдогонку вопрос. Чем отличается простой дип от спорт дипа? Ой, спорт дипа это вообще... Смотрите, когда мы используем дипы, то одно из основных требований, чтобы он максимально долго сохранялся в структуре насадки. И я, к сожалению, не могу раскрывать всего состава дипов спорт, но они очень быстро высыхают и ароматика остается на насадке более долго за счет вот этого высыхания и ее концентрации. И, соответственно, состав там прилично дороже, и поэтому и дипы спорт, они сами по себе дороже. Плюс еще концентрация ароматики в два раза больше или в три раза больше, чем в обычных дипах. Кстати, про дипы мы с тобой не говорили, но действительно они есть у нас в двух видах. Это обычные дипы и дипы спорт. Ну, я думаю, об этом все знают. Ну, мало ли вдруг кто понимает. Ну, вот вопрос, верно ли начинать рыбалка без аром, потом понемногу добавлять. Ну, вот как раз я об этом и рассказал. Вопрос, какая ароматика на оке работает под Калугой. Ребята, посмотрите мое видео. Кстати, оба видео – это из-под Калуги. Поэтому у меня на канале есть, можете посмотреть. Так, тут пошли уже обсуждения, какая насадка лучше, ручейник, не ручейник. Так. Можно ли экспериментировать и мешать аромы, например, сладкие запахи со специями? Что ты думаешь? Я ничего не думаю. Ты лучше скажи, да. Ну, на самом деле, смотря, что подразумевает под сладкими аромами. И что под… Сейчас я скажу, еще раз посчитаю. Так. Сладкие со специями. И что вы подразумеваете под специями? Если вы под специями подразумеваете перцы, то да, можно мешать. Если вы под специями подразумеваете такие запахи, как пряные, то да, можно смешивать. В принципе, если ответить просто, то любые сладкие ароматы можно смешивать и с перцами, и с пряными ароматами, и ничего в этом нет. Вы, кстати, удивитесь, но во многих миксах, в принципе, есть смеси и сладких с перцами, и пряных со сладкими, и пряных со специями. Для этого миксы создаются, чтобы, в принципе, они уже максимально сбалансированы, максимально эффективно работают. Вот. Поэтому можно дополнительно, конечно, еще смешивать, но не знаю, есть ли в этом смысл. А хочешь, я тебе расскажу историю? Расскажи. об одном мнении по поводу добавления ароматики, концентрированной. Когда-то давно уже, где-то, наверное, 5 или 6 назад я разговаривал, было у меня очень плотное общение с технологом на заводе по производству ароматики, и они сказали такую вещь. Ну, они меня спрашивали все время, что, куда вы столько ароматики добавляете, это рыба? Я говорю, да, рыба. Они говорят, вот я реагирую, реагирую. А вы знаете, что, если вы добавляете ароматику в прикормку, то нужно, чтобы прикормка постояла какое-то время в открытом виде, чтобы улетучились вот эти вещества, которыми разбавляется ароматик. И вы знаете, я, в общем-то, вот такое мнение услышал, и какое-то время даже придерживался. Я оставлял тазики открытым, чтобы часть вот этой испарилась этих веществ. Но так вот прямого эффекта не увидел, но такое мнение существует. Слушай, ну, Саш, если вот придерживаться этого мнения, тогда сам посуди, когда мы выливаем концентрат в кормушку, сразу же это забиваем и закидываем, то максимальное количество всего попадает в воду. И это максимально эффективно работает, особенно, когда тебе надо именно взорвать точку, прямо дать бус точке. Поэтому все имеет смысл на жизнь, но все надо пробовать. Вопрос. Пробовал ли Виталий ловить на ароматизированную землю с живым компонентом без прикорки? Бывали ощутимые разницы? Нет, я не пробовал, потому что землю ароматизировать это абсолютно бессмысленно, если ловить на землю, то ловить на землю. А как мы уже в стримах говорили, в фидере земля малоэффективна. Виталий, я тебе тоже дополнение сделаю. Человек, наверное, был знаком с продукцией компании Сенсас, потому что... Это девушки пишут, я не знаю, кто это был. У них в ассортименте есть ароматизированная земля. Было такое модное увлечение раньше использовать ароматическую землю для того, чтобы выстилать участок для ловли. допустим, мы используем Терра Де Сома, Терра Де Ривер, там 50 на 50 замешиваем без залипания и полтазика выкидываем в точку ловли, если илистый водоем. Считалось, что тем самым мы накрываем стол из твердого, из твердой глины, ну, из твердой земли еще ароматизированной и тем самым можно тогда работать в илу, если там густой. А вот получалось, что мы имели эту ароматизированную землю, даже когда-то ее там приличное время использовали, когда другого не было. Ну вот, когда ты кладешь ароматизированную землю в прикормку, кошмар что начинается. Прикормка вообще не работает. И я даже сомневаюсь, что вообще эта ароматизированная земля, она не отпугивает рыбу. Как-то такое подозрение есть. Хотя они делали такую ароматику, ваниль. Наверное, отпугивает. Ты просто сказал, не отпугивает. А, отпугивает, да, И вот там, пускай у них там ваниль была, карамель, я не помню, была ли там. Но такие вот запахи нейтральные, но все равно они ощущались. Ну вот, большего я не слышал о том, что какой-то эффект был. на самом деле твой опыт что-то прибить, это да, но, как показывает практика, особенно последних, тот год очень сильно мне дал толчок, я не буду распространяться, как, чего, это, но, так скажем, максимальная активность рыбы именно на глубоком илу была. Вот. И это не одна рыбалка, это десятки рыбалок именно на глубоком илу, и не надо было ничего притаптывать, а прям кидаешь именно в этот глубокий ил. Вот. Ну и, соответственно, максимальная ароматика, просто, чтобы перебить запах этого ила. Вот. Но это вот мой опыт именно прошлого сезона, наверное. Вот. Тоже вот такой вариант. Наверное, надо рассказать, просто тоже, не вдаваясь в подробности, какие ароматизаторы, просто я тоже вот в этом году столкнулся, этим летом столкнулся с ароматизатором Бисквит, его применением в Марине, его эффективностью применения в Марине, когда мы лили его именно в корм и на кормушку. Для меня это было определенное такое, так, скажем так, это было для меня новое, что я делал, но я, конечно же, знал о том, что это все делают до этого. Ну, были у меня глубокие сомнения, что, а вот надо ли? Тут я увидел, что это тоже работает. И, в общем-то, концентраты, а, мы что делили? Концентраты, большей частью. Концентраты, да, да, да. Да, концентраты, комплексы, и, в общем-то, они были эффективны, как, можно сказать, вкратце, вот это вот аддитерно-кормушку, в какой момент как-то так, наверное, добавляли. Ну, я же уже рассказал, как вот это вот добавление идет при кормке, вот когда, ну, с чего разговор-то начинался, я же об этом всем рассказал. Просто спорт немножко другое, Саша, и у нас, соответственно, другие немножко количество вылетово было, вот, но с этого года все это закончится, потому что будем играть по мировым правилам, а все это подливать будет запрещено. Вот, поэтому останется это только как любительские наработки, скажем так. Давай, вопросы. Читаю. Здравствуйте, Виталий, если на обычной рыбалке добавлять арому через 40 минут, то как добавлять на соревнованиях? Ребят, я просто, я его зачитал так, чтобы ответить быстро, кратко. Когда вы уходите на соревнования, вы уже за неделю до этого все отработали, и вы сами уже знаете, что, когда и как доливать, каких пропорциях, в каких количествах, поэтому вопрос этот не ко мне. Все это должно узнаваться на тренировках. Просто многие мне пишут, что я там завтра еду на соревнования, о чем мне замешать? Я всегда говорю, если вы едете без тренировок, то можете на соревнования не ехать, потому что что-то там получить, занять, либо еще что-то, это нереально. Практически. Ну, смотря, конечно, какой уровень соревнований, к кому это относится, но в большинстве случаев, как бы, если люди задают такие вопросы, то опыта у них мало. Соответственно, не стоит ездить. Без тренировок не стоит ездить. А на тренировках вы уже сами узнаете, как что добавлять. Ну, кстати, вопрос хороший, такой, логичный. Я логично ответил, что все равно без тренировок на соревнования ездить вообще нельзя. И здесь я вам не могу, ну, я так всегда и отвечаю, что, в принципе. Виталий, а вы хоть раз ловили на УПе? В том году ловил на УПе, да, и ловил леща, и ловил на крупного леща, кстати, и даже порвал там зону с хорошим отрывом. А УПе, это где это? Это Тула. Город Тула оружейников. Как мне не нравится? Чуть скромно угрался и у тебя вуу все комментарии. Так, коржи, это не по теме. Хороший вопрос какой-то был, и он взял, и все, и исчез. А вот. А можно? Давай. Так, если какое-то сопоставление между аромой, используем при производстве вашей прикормки и жидкими версиями аромы, например, премиум плотва и концентрат плотва одинаковые запахи. Саша, но это к тебе больше вопроса по производству. Еще раз прочитай. Я понял, что в сухих смехах... Еще раз прочитай, давай. Давай еще раз. Есть ли какое-то сопоставление между аромой, используем при производстве вашей прикормки и жидкими версиями аромы, например, премиум плотва и концентрат плотва. Одинаковые запахи? Чаще всего нет, но есть небольшие прикормки, где используется тот же запах, что и в концентратах. Но вы его никогда не почувствуете, если будете сравнивать. Возьмите пакет сухой прикормки и концентрат. Дело в том, что компоненты, из которых состоит прикормка, имеет свой собственный довольно интенсивный аромат. И он очень сильно ломает ароматизаторы, жидкие ароматизаторы, которые заливаются в прикормку. Поэтому даже об этом говорить особо нечем, потому что все ломается, но все другое. Виталь, ты знаешь, я бы хотел знать такую вещь. Мне очень часто пишут вопрос такой. Назовите там сам универсальный ароматизатор, который для всего используется. С чем можно поехать на рыбалку и не пролететь, гарантированно. Чтобы для всего. Белая рыба. Белая рыба это универсальный запах, который работает везде. То есть пролететь с ним нереально с ним пролететь. А можно я второй тогда скажу ароматизатор, который тоже мне кажется универсальный. Ради бога. Это бисквит. У меня был опыт. Ну нет. Бисквит, но бисквит, который в полулитровый. Не концентрат. Вот который в полулитровый, в полулитровый. разный. Ты чё, Сан Саныч? Разный? Конечно. Да хорош. Сан Саныч. Это абсолютно два разных запаха. Это два разных запаха. Ну хорошо. Я просто расскажу историю такую. У меня был богатый опыт ловли мормышкой и любительской ловли. И вот там Станислав Посланчик нас смотрит. не знаю. Ну привет ему. Появилась одна прикормка, которая очень хорошо по зиме работала. И решил я упереться с подбором ароматизаторов по зиме. И вот значит мы с Георгием Витальевичем Утгофом каждый день четыре раза в неделю мы ездили с ним по водоему ловили вещах. Ароматика тестировалась исключительно под вещах. И мы ну это конечно условия это зима это там неактивная рыба но подлещик присутствовал уловы наши были большие. И вот мы каждый день откладывали в сторонку те ароматы которые не работали ну или хуже работали там по определенной технологии сверление лунок там как рыба оттягивается где подход у нее совсем учитывали и вот в последнюю рыбалку мы пришли к тому что вот по зиме и на этом водоеме самый универсальный бисквит именно вот этот который бисквит который в большой бутылки или маленькой бутылки на этом большой который большой все правильно вот и ты знаешь вот после этого я понимаю что фидер это немножко другое там все у меня большой опыт там мормышки поплавка и я иногда плаваю вот в этом объем знаний большой но и он бывает меня тянет но вот то что я вынес из из этого опыта вот по поводу бисквита так что мне кажется и бисквит туда же ребят у меня тут чат пролетел поэтому читаю то что вижу какие из натуральных компонентов лучше всего добавлять в прикормку на крупного леща на большой реке тмин кориандр корица ну в скобочках дон стоит ну просто на большой реке какой бы ты из этих тмин кориандр корица если нужно выбрать один для юга для дона это корица потому что чем южнее водоем тем лучше работает корица ну тогда мы просто берем со сладкого леща и с удовольствием он как раз для южных регионов был создан да так какая разница между ну это мы уже ответили какие три самых топовых концентраты у вас какие самые три самые топовые концентраты у тебя Александр если по статистике продаж а это все-таки отражение эффективности работы на разных да ну плюс еще тут конечно реклама вмешивается то что мы рекламируем то номер один это наверное бисквит а вот я боюсь что белая рыба это номер два и думаю что в номер три входит я могу ошибаться но либо это крупный лещ либо это что-то из карповых типа чеснока может быть вот так вот нет вот твои не то что по продажам а именно вот твои но по продажам мы поняли это бисквит какой кстати концентрат или большой продаются оба и тот и другой ну это разное ну ладно бисквит крупный лещ и а бисквит белая рыба и дальше непонятно либо карпово либо крупный лещ да а что-то что ты в последнее время бы использовал ну и вообще использовал бы так ну я бы наверное ну бисквит бы держал бы белая рыба также удачный запах и в общем-то был опыт так и что бы еще бы даже не знаю я бы наверное взял бы какой-нибудь натуральный ароматизатор корицы кориандр вот из их ну если позволите как-то так ну мой топ 3 все мои ароматизаторы это первое не ну на самом деле если универсальный то это белая рыба и и бисквит но бисквит в пол-литровой вот и крупный лещ поверьте мне это наверное 70% моих рыбалок происходит на эти 3 аромата все остальное это уже ну я постоянно что-то что-то пробую постоянно экспериментирую но вот эти 3 это наверное процентов ну не 70 60 это 100% 60% рыбалок именно с этими тремя ароматами так как выбрать прикормку ну ребят сегодня стрим по ароматике а не по прикормке поэтому как-то так что скажете по миласе как она себя зарекомендовала затронем миласу все-таки ее как бы к прикормку не отнесешь поэтому расскажешь ну давай хорошо ну вот смотрите миласа вещь такая работать с ней довольно сложно просто так вылить пузырек миласы в прикормку может быть чревато дело в том что когда мы берем миласу из банки она концентрированная и выливаем ее в прикормку то каким-то образом частички миласы обволакивает прикормку она перестает лепиться она как песок получается вот кинетический песок для того чтобы это не произошло и эффект от миласы был можно пойти двумя путями первый но это самый самый крутой это взять и замочить прикормку таким образом просто взять миласу высохнуть прикормку перемешать поставить запечатать в вакуумные пакеты и поставить дня на 2-3 когда вы через три а если поставите в тепло то когда вы откроете пакет будет великолепный запах он поменяется миласа впитается в прикормку дальше замешиваем добавляем это самое лучшее то что можно себе представить второй вариант это мы просто размешиваем миласу разводим в воде на тот примерный объем который нужен для увлажнения прикормки и тогда мы добавляем ее в прикормку тогда вот этот эффект кинетического писка от прикормки он нивелируется вот а эффективность ее традиционно это лещевая ловля и карповая ловля причем даже может быть карповая больше так 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 ну по ее эффекту по ее эффекту работы говорят разное это то что там она как слабительная работает это питательность и это но на мой взгляд это еще какой-то такой специфический запах миласы который сам по себе привлекает рыбу как ароматизатор как ароматизатор выступает так что вот вкратце миласе следующий чем пахнет белая рыба в Украине нет возможности купить и оценить ребят на самом деле это сложный микс пахнет он сладко-пряно вот больше я вам ничего не могу сказать но вот так он пахнет повторить его невозможно многие пытались повторить невозможно вот потому что там не чувствуется и 60 процентов наверное из того что там есть так запах запоминающийся если вы понюхали его один раз то он будет в носу стоять год-два ну в общем такой из сильно запоминающихся запах ну и крупный лещ тоже как бы не промахнешься ну с крупным лещом знаешь не знаю но он такой он просто для меня он очень сложный я его не могу оценить как вот там ваниль или там анис а белую рыбу ты можешь оценить а белая рыба у меня укладывается как-то вот знаешь как формат какого-то микса который он интересный и при этом еще простой но запоминающийся я не знаю как-то у меня вот так он ассоциируется хорошо я тебя понял какие запахи по вашему мнению могут нравиться лещу а какие платве Виталь а я к тебе тоже ну ребят по факту если брать монозапахи то это ваниль карамель какие-то молочные запахи вот бисквит опять же очень прекрасно зарекомендовал поэтому он топ-1 сейчас по продажам и по платве и по лещу это я вот сейчас назвал по платве и по лещу вот но если брать более эффективные то это миксы на которых в принципе и написано лещ там лещ специи крупный лещ бразом просто лещ у нас есть вот либо платва это белая рыба платва микс платва вроде ничего не упустил да ну и просто вот универсальный лодка называется универсальный но он ловит и леща и платву и карась приплывает очень замечательно вот так следующее сейчас прикормку уже часто прикормку уже ароматизирован допустим ванильным можно ли туда лить червя или чеснок как правило совмещать прикормку и арома Сан Саныч ну вот да я тут скажу что мы производим довольно много прикормки с такими нейтральными запахами как ваниль карамель шоколад ну по мне это нейтральные запахи они сочетаются да совсем они сочетаются и они не влияют вот когда эти три процента водоемов на примере орла то ваниль там не пугает рыбу ну если там действительно такие водоемы есть вот это совсем нейтральные запахи без них прикормка бы получилась ну тресненькая и такая вот малоинтересная для рыбы поэтому ванильку мы всегда кладем смотри такой вопрос блин в общем он убежал я его сформулирую как я его прочитал до этого дублируете ли вы арому сенсаса такие как бразом или платва ну то есть похожие есть или нет смотрите значит завод сенсас никому не отгружает ароматику которую они производят повторением мы не занимаемся то есть там есть люди которые вот так вот берут два там ну сенсас и начиная там экспериментировать чтобы повторить его это не наш путь я много раз об этом говорил вот мы всегда придумываем что-то свое но допустим даже вот по поводу бразома я думаю что он немножко отличается от сенсасовского просто потому что это вот на наш взгляд мы свободны бразом просто я расскажу по поводу бразома я не думаю что многие знают что это такое это смесь трех ароматизаторов она это устоявшийся запах так же как и запах скопикса который обозвали как готовый запах рыбаки и когда мы говорим бразом мы подразумеваем смесь трех запахов когда мы говорим скопикс мы подразумеваем смесь трех других запахов но вот эти смеси они могут быть у разных производителей немножко отличаться три запаха то есть допустим бисквит ваниль и карамель по-моему если память не не изменяет то смесь этих запахов у каждого производителя может быть разным кто какого качества использует и я думаю что мы от сенсаса тоже отличаемся по крайней мере в разуме ну грубо говоря если подытожить то мы сенсас не повторяем мы идем своим путем и как показывает практика у нас свой путь абсолютно да свой путь и как показывает практика в принципе правильный путь и на многих соревнованиях люди уже используют наши ароматики а не сенсасовские ну я даже могу вам сказать я знаю немножко больше чем наверное все в плане прикормки и ароматизаторов в плане продажи вот к нам очень много приходит заявок вопросов с Европы с просьбой там даже топовых спортсменов а вот вы можете нам дать вот такой ароматизатор или такую смесь они тоже смотрят то что мы используем мониторят и в общем-то они даже в курсе немного того что мы используем и просят об этом я об этом в курсе как бы потому что мне приходит постоянно куча вопросов оставим это пока пока границы закрыты наши с Европой поэтому в Европе не увидят никогда нашу они могут увидеть когда мы будем их облавливать кстати ты знаешь я когда ребята едут гейер на соревнования в Литву у нас там есть не ну это понятно мы оставляем допустим английские спортсмены все пробовали нашу прикормку и нашу ароматику вот они все сербы пробовали сербы мы оставляли тоже были в восторге все они многие завязаны на рекламе на контрактах и не могут это афишировать в открытую но у многих уважение я получаю письма от очень топовых спортсменов которые говорят о том что да ароматика работает прикормка у вас хорошая Сан Саныч вот такой каверзный вопрос можно ли пить ароматику да можно а зачем другой вопрос зачем ну это да другой вопрос зачем но вообще если развести то выпить можно потому что по факту мы каждый день это все пьем это пищевая ароматика которая используется в продуктах используется в напитках каждый день вы съедаете килограмм напитках да поэтому можно конечно так Виталий можно чуть поподробнее про арому злаковый микс какое время года целевая рыба на самом деле ребят это максимально универсальная прикормка аромат реально ой ароматика да извиняюсь это лещ это карась это карп в теплое время года это карась карп лещ в холодное время года конечно это лещ ну потому что карась они не особо активны а так это я думаю просто почему-то владимир который присутствует в чате не особо афиширует но говорит что люди очень эффективно и хорошо и хорошо покупают эффективно ловят в ростове именно карася и очень хорошо она туда плывет вот просто ну мы живем немножко в северном регионе и может быть не так заметно в наших как-то видео фото то что мы ее используем по факту мы ее тоже используем ну в достаточном количестве просто мы не ловим так скажем так часто карася либо кара пока ловят это в южных регионах поэтому не так часто это проскакивает по факту это он так называется злаковый микс а карась там очень любит эту ароматику если не сказать больше вот может добавишь Сан Саныч а я больше я просто так вот у меня плотной работы со злаковым миксом не было не было ситуации когда я бы работал можно ли аромами довести бюджетную прикормку до состояния дорогой спортивной серии или она все равно проиграет это к тебе вопрос она проиграет потому что в спортивной серии мы используем ряд компонентов очень дорогих компонентов которые мы просто не можем положить дешевые прикормки ароматика да ароматика в спортивной серии очень интенсивная и ароматики много льется на замесе но просто добавить ароматики это не значит создать какую-то прикормку так чтобы вы понимали вот самая сложная наша смесь это плотва спорт состоит я не знаю из дикого количества компонентов и из них половина химия поэтому к сожалению просто добавить ароматики не получится сделать потуску какая арома перебьет своим запахом любую ароматику прикормки можно и отвечу это лещ специи даже в малых количествах перебивает любую ароматику любой прикормки а если добавить чересчур то будут слезки лица из глаз ваших это максимальная такая концентрированная эффективная насадка особенно по холодной воде рыба просто от нее не знаю тащится просто слушай по поводу леща специи и того что есть прикормку так вот концентрат леща специи который приходит к нам мы покупаем готовый вариант и экспортируем его реально можно есть можно намазать на хлебушек и вообще великолепный вкус чем мы изомневались какой-то тут пару раз но на самое это да это натуральный это даже не пищевые не пищевой ароматизатор а именно натуральный ароматизатор это абсолютно натуральный перемолот эти специи в определенных пропорциях и каким-то образом связанные в жидком виде Виталий какой самый необычный запах компонент добавку доводилось использовать в аромах ну в серии необычных очень много на самом деле я их просто не имею права озвучивать вот кубок России в воронеже который бы выиграть это был и там кстати только натуральные компоненты Саш на самом деле ребят вы даже не представляете сколько используется компонентов которых которые знали раньше наши предки о которых уже давно сейчас забыто цветы всякие там луговые все остальное очень много а по запаху вы даже не поймете что это Виталий можно ли смешивать в прикормке концентраты арома да можно я даже на каком когда-то говорил видео и в стримах то что можно арома комплекс подливать именно прикормку небольшими порциями чтобы давать не только шлейф запаха но еще и вкусовой шлейф который вот этот сладкий вкусовой шлейф пойдет от точки это в тех случаях когда опарыш не работает но надо взорвать как-то точку но отрезанный опарыш то вот как раз подливание ароматики в больших бутылках будет хорошо этому способствовать это из опыта из моего что скажет Александр да ну соглашусь наверное тут претензий не менее так ну про леща специи я уже сказал так здравствуйте что скажешь а это опять это же тут Володя тут уже начал общаться со всеми премиум лещ сладкий премиум лещ тема разница по запаху и составу ты слышал или ты повторить можно повторить какие два вида премиум лещ и премиум лещ сладкий премиум лещ сладкий и премиум лещ в чем разница по запаху и составу составы отличаются премиум лещ скорее немножко более постный там сладкого компонента присутствует но совсем немного так как он должен быть скажем так в середничке значит по ароматике там сладко смесь специй и какого-то сладкого запаха а вот что касается леща сладкого то был определенный опыт перед тем как мы создавали его о необходимости очень мощной сладкой основы это бывает очень и очень важно и очень часто это работает значит в состав леща специи сладкого леща побогаче чем леща премиума там смесь натуральных ароматизаторов и и конечно же вот этот сладкий сахар в большой дозировке прям вот такой что есть можно прикормку взять на язык попробовать попробуйте сладкого леща это прям реально до даже вот наверное до какого-то такого отторжения сладкий запах но рыбе он нравится и а так как-то так ну совсем разные прикормки наверное следующий вопрос мед использовали да мы даже об этом говорили вчера или позавчера об этом было вчера вроде говорили и мед там упоминался мед используется в нескольких наших миксах даже он есть это суперфиш или бигфиш мед там есть ну можно еще по поводу меда сказать сказали мед и мне присылают иногда письма о том что у людей аллергии на прикормку но вот я думаю что аллергия не на компоненты прикормки по большей части а на на ароматизаторы на запахи да поэтому если у вас проблемы есть с аллергией то берите прикормку без ароматики базу или там такие простые смеси это частая проблема часто пишут мне об этом вот проговорил что добавляют прикормку ароматику колгана нет этого мы еще не добавляли честно скажу хорошо что напомнили давно хотел так Виталий Александр аромы вашей карьере какой аромы вашей карьере вы убивали клев на несколько часов я не припомню если честно ну у меня то было такое я думаю что это не раз было по плавке ну так чтобы на меня не обиделись это было с прикормками одного французского производителя он один есть на некоторых водоемах просто убиваются я уж не знаю что они туда сыпят такую химию но такое бывает и вот так а по ароматике ароматик это он наш об основном так что такое ну я просто аккуратен в ароматике и наверное ну что такое вот даже не помню но это было точно и думаю что это не раз было на сходу не вспомнить по прикормке помню что я то я тоже не вспомню вот Виталий лучший набор корм плюс аром для истры лоптова черный лещ плотва спорт белая рыба идеально будет важна ли ароматик при ловле уклейки Сан Саныч очень важна уклеечные смеси переароматизирует там такой эффект достигается не знаю почему вот один из методов отсечения уклейки убрать ароматику а вот один из методов привлечения уклейки добавить много ароматики да наша уклейка допустим как прикормка она сильно ароматизирована да еще и мы кладем потом сверху ароматику да она любит ароматику любит ванильные завтраки такие вот сладенькие добрый день какую арому на леща порекомендуйте весной на сильном течении я думаю что это очень обширный вопрос потому что водоемов много регионов много прикормки работают во всех регионах разные да и ароматика тоже мне так кажется что это очень обширный вопрос надо конкретика ну это не яз не язов задает вопрос поэтому это скорее всего Волга где-нибудь АК ну наверное Волга больше да слушай а что у нас на Волге работало я просто работает прекрасно крупный лещ и универсально шикарно работает вот и все больше мы ничего не добавляем ну сколько отловили на Волге крупный лещ и универсальная ну еще мои разработки но их в серии нет так 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 как мне это устегивает чат так если принять за данность то рыба совершенно иначе воспринимает запахи нежели человек то как можно рассуждать о перебивании одного запаха одного аромата другим но мы же вам уже сказали что рыба воспринимает запах не так как мы но она его все равно воспринимает как какой-то химический элемент соответственно у каждого запаха есть свой неповторимый набор каких-то химических там элементов которые рыба воспринимает по-своему и рыбе это нравится соответственно вы перебиваете один набор элементов другим набором элементов скажем так ну куда уж проще объяснить я не знаю советуйте аромно ставриду но это не ко мне Сан Саныч я тоже думаю тоже паз не помогу следующий вопрос прикормка Дунаев Турбо плюс Карп Сикрет на Карпа карася какая арома будет предпочтительнее Рикадон Володя что-то говорил кукуруза там вроде или что он льет ну две прикормки очень хорошо так так на Карпа я бы зальел бы концентрат Карп новый вообще он просто шикарен так и сделать я бы реально его бы залил про аромокомплекс кукуруза ничего не говорить очень хорошо работает в Нижней области АК Волга а в Нижегородской области извиняюсь в АК но это универсальный аромат ребята вы все без нас прекрасно знаете что кукуруза как в ароматике так и просто порезанная помолвная через блендер через все это шикарная ароматика добавка поэтому она больше универсальная скажем так чем узконаправленная ее можно добавлять когда уж ты совсем не знаешь что добавить вот как-то так кстати вот на Дон можно было бы кукурузкой залить бы наверное так я что сказал я не услышал я послушал просто да 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 Александр может назвать универсальный аромат или концентрат для дамбы спасибо ну на дамбе работает концентрат и аромакомплекс лещ это очень похоже по запаху на лещ премиум также работает вразем обычный вразем ну на дамбе работают очень хорошо добавки в прикормку как жареный лен жареная конопля жареная семечка вот там вообще великолепно работает поэтому тут не только арома нужна еще это добавочка в прикормочку Саш какой срок годности у концентратов я думаю что где-то в пределах наверное мы так скажем па-па-па-па мы не ставим дату не производства на концентратах ни срок годности и просто потому что там очень длинный срок годности для ароматизаторов я думаю что там 10 лет это просто вы не сможете не найдете через 10 лет тот концентрат который сейчас производился поэтому мы не ставим там ни дату ни срок годности ничего без ограничений скажем так арома крупнолична какой размер рыбы рассчитан. Ребята, на самом деле на весь лещовый состав, там от 50 грамм до 10 килограмм, который вы сможете поймать. Он просто называется крупный лещ, ну вот так назвали. По факту весь лещ плывет на него. Так, 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 Виталий, так в чем разница двух бискитов? Разница двух бискитов, речь идет именно о концентрате, который 0,7. Это один запах. А бисквит, который 0,25, ну 250 грамм пол-литра, это другой запах. Все, больше никакой разницы нет. Какие вкусы, аромы любит рыбец? У нас есть прикормка рыбец, понюхайте ее. Да, это натуральные ароматики. В общем-то натуральные. сама прикормка, из-за того, что там находится креветочная мука, обладает очень интенсивным запахом таким, вот прям вообще запоминающимся очень. Ну и плюс такие морские, наверное, ароматизаторы, как октопус, креветка, мидии, вот это все рыбец предпочитают по ароматике. Так. Арома на карася, юг, пруды на летний сезон. Но я думаю, что это карась-гибрид и злаковый микс. Что скажет Сан Саныч? Это вот две аромы, которые будут сто процентов работать. На карася? Да. Юг. Ну, чеснок традиционный. Там, я думаю, что больше, чем чеснока, вряд ли что-то подается. Ну, карась-гибрид. Арома, Сан Саныч, не прикормка. Арома у нас чеснок. Арома, да-да-да. Да-да-да. Так что арома, ну, чеснок, плюс еще карасевый. Кстати, карасевый карасевый арома тоже на основе чеснока. Просто там добавочки есть, которые тоже популярны. Да, пряно-популярны. Тоже можно добавлять. Ну, все, наверное. Ну, кстати, согласен, да. Тут пишут, что пишите столько вопросов, потому что найти вопрос крайне тяжело. Я пролистываю очень много, сейчас потом вообще пролетает, и те вопросы, которые люди могли бы услышать ответы, я их просто могу пропустить. Вот, поэтому большая просьба не переписываться. Это к Владимиру особенно касается. Так, так, так. Виталий, помню, у тебя был гип, демон, ход, демон. Он работал вообще, как применял. спасибо. На самом деле, очень сильно переоцененная вещь, по крайней мере, по белой рыбе. По карпу он работает. По белой рыбе сильно переоценен. Так скажем, перерекламирован. Особо ничего я не увидел. Я просто пробовал, экспериментировал. Так скажем, наша лещ, специи намного эффективнее работает. Так, так, так. Какой-то модератор тут у нас еще один. Можно ли аромы отборно поставить крупного леща? Если да, то какой? Ребят, но можно, конечно же, сто процентов можно поставить леща, можно поставить именно ароматикой, а вот какой вы должны подобрать именно под свой водоем? Потому что я много рассказывал, то, что мы ловили на Волге, и 10 километров разницы между точками работали разные аромы, абсолютно разные, кардинально отличающиеся друг от друга, вот, и ставили именно ту рыбу, которая нам нужна была. Поэтому здесь только эксперименты, вам никто не подскажет. Так, 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 Виталий, какая ароматика работала у вас на Кубке Дружбы? Спасибо. Смотря какой, брать из периодов Кубка Дружбы, вот, самое мое удачное выступление на Кубке Дружбы в личке, когда я выступал, я ловил на крупного леща. Но это было с другой стороны, так скажем, где вот посередине проходит вот эта вот дорожка велосипедная, скажем так, по которой машины мы ездили, это вот один раз там проводилось, ну, не считая Кубка Флагмона. Вот, вот там работал крупный лещ, это было тепло, и лещ просто дуром стоял, и ему ничего не надо было, кроме этого. Вот, все остальное это секрет. Ну, там ароматики по факту мы не использовали, мы механикой работали. А если на Амуре сделать арому камыш? Ну, у нас, не знаю, помнишь, я тебя, у нас есть какая-то ароматика с запахом, не камыш, есть свежескошенная трава, свежескошенная трава. великолепная ароматика, я ловил на нее Амура еще давно, когда ее даже не было в производстве. Вот, прям пахнет прям вот реально травой. Я не нажимаю на стрелку вниз, я прокручиваю скроллом. Так, можете сравнить по эффективности арома Дунаев и спреи от ЕРС. Я даже не знаю, что это за спреи. Я тоже, к сожалению, не знаю, что такое за спреи. Даже не в курсе. Я вас слушаю и не понимаю. Я один ловлю карася с аромой Суперфиш. Нет, почему не один? Суперфиш это набор универсальных запахов, который по карасю в том же числе и работает. Еще попробуйте Бигфиш, еще больше удивитесь. Ну, надо сказать по карасю, что все-таки вариации ароматики по карасю очень большие и чем южнее, тем проще, а чем севернее, тем с карасем очень сложно работать. Сегодня одно, завтра другое, третье. Ну, если на вашем водоеме сработал Суперфиш, это хорошо, что вы дошли до него. Так что тут с карасем сложновато. Вопрос, когда лить концентрат шоколад на какую рыбу? Ребята, ароматика шоколада это максимально универсальная ароматика, поэтому вы ее можете лить на платву, на леща, на кого угодно, хуже она не сделает точно. Как ты думаешь? Ну, да, была популярна очень у ВДЕ прикормка была, какая-то забыл, как она называется, с очень сильным запахом шоколада работала. В те времена, когда она была, очень хорошо работала. Применение ароматики в поплавке и фидере. Есть ли нюансы в применении? Ну, в начале стрима Александр заострял на этом внимание. В поплавке в большей части ароматика не нужна. Как он сказал. Ну, под это тоже еще раз. Виталь, давай я скажу, что в поплавке тут действует закон лучше не налить, чем налить. И просто за счет количества прикормок, которые мы можем скидать с руки, настрелять с рогатки, она обладает все-таки отрицательным таким эффектом в большом количестве, когда наброс она. Плюс еще в поплавке мы не можем оценить настолько хорошо, как в фидере, эффективность ароматики, даже если ароматика сработала, потому что очень часто в поплавке ловит лучше тот, кто лучше ловит, наименду, что технически ловит хорошо в плавках сложно для ловли снасть, и вот кто просто руками лучше работает, тот и головой тот и ловит. как-то так. Так, Виталий, копали вы, а, капали, капали вы концентрат 70 мл на крючок, работает ли это, есть ли в этом, нет, я не капал, я просто опускал в баночку насадку, да, это работает, и довольно-таки эффективно работает, просто легче не опускать, а прикрутить с дипа, у нас, так скажем, пшикалка с дипа подходит также на концентраты, можете открутить с дипа с любого, перекрутить на концентраты, пшикать, как дипа использовать. Работает также эффективно. Вот, опять, касается вопроса с английскими брендами, ребят, мы не работаем, как Александр сказал, мы не смотрим в сторону других производителей ароматики вообще, поэтому я вам ответить не могу. Сразу скажу, чтобы просто вопросов много пошло, как в сравнении с этим, в сравнении с этим, вот, мы работаем только со своим. Немножко некорректный вопрос, какой спорт дипа, вашему мнению, работает лучше других? Ну, я могу сказать, что, во-первых, по какой рыбе, в каких условиях, все дипы, они рабочие, просто под определенные условия надо подобрать свой лучший дип. я так думаю. Так, скажите, пожалуйста, в чем разница между вашими дипами и дропмиксами? Вот опять видишь, вопрос про этот. Ребят, мы не... Дропмикс, это наше. Дропмикс? Да, это наше производство. А, 20. А, ну, это же в чем разница. Это просто маленькая дозировочка для прикормки в объеме, наверное, одного килограмма, ну, или там, до одного килограмма. Не более того, повторяю, это аромакомплекс. У вас есть описание, чем пахнет каждая пачка прикормки? Описание на каждой пачке прикормки? Нет, чем пахнет у прикормков виды, заговорился совсем уже. Значит, мы не пишем, чем пахнет прикормка, просто потому, что это авторское, ароматический букет в прикормках, это авторский подход, авторское изобретение, поэтому мы не можем писать это, да и невозможно это писать. Виталий, можно поподробнее об аромик карп и супер карп на подмосковных платниках? Самая подробная информация, ребят, заливайте, ловите карпа. на самом деле один это супер карп это фруктовый, просто карп, который в концентрате, то есть вы должны понимать, супер карп большой и маленький карп, новый, который в этом году появился на выставке, презентовали, это два разных аромата, супер карп это фруктовый, а просто карп в концентрате это ягодный, и эти два аромата могут работать как сами по себе, так же их можно миксовать, вот, они сто процентов работают, так скажем, но с этой ароматикой я ловил, ну, наверное, на процентах 50 водоемов Московской области, именно по карпу, ну, где-то вот так, плюс-минус, поэтому есть статистика, и реально они, так скажем, при использовании одного из них я в любом случае был с хорошим уловом. Какие лучшие пропорции аромокомплекса к прикормке? Ну, ребята, надо, грубо говоря, я заливаю на 3 килограмма пол-литра, это мое мнение, вот, грубо говоря, если взять пол-литра, вылить в какую-то тару, залить еще пол-литра воды, все это смешать, и как раз примерно этого вот литра хватит для увлажнения, так скажем, лещовой смеси, либо карповой, вот, ну, при возможности, если жарко, можно увлажнить, до увлажнить будет. Вот. Сильно отличается плотва простая от при... Так, ну, это уже по прикормку пошли, да, сильно. Александр уже сказал, что классические прикормки от премиум отличаются. Ну, премиум плотва это копросодержащая прикормка, а простая плотва это не копросодержащая прикормка, плюс ароматика простой плотвы, она взята из старых наших представлений, она не менялась уже в 10 летках, и это довольно простые запахи, но эффективные на плотву. Какие концентраты для Москва-реки стоит приобрести? Ну, если вы посмотрите все мои фильмы, либо видео, то увидите то, что прекрасно работает крупная лещ, белая рыба и большой концентрат бисквита. оригинальная прикормка из Виталий, из вашей практики какие наиболее эффективные аромы работают при смешивании по теплой воде? Практики какие наиболее эффективные аромы работают при смешивании холода? Ну, ребят, опять же, по какой рыбе? Так скажем, к примеру, вот бисквит можно добавлять ко всем аромам, ко всем прикормкам. Вот, белую рыбу также можно, универсальную можно также добавлять. А вот крупного леща, к примеру, либо лещ специи, когда вы ловите плотву, добавлять нежелательно, потому что ловить вы ее перестанете. Вот как-то так. Здравствуйте, Александр, Виталий, используете ли вы в прикормках переработанные личинки водных насекомых мотыли ручей и экстрекозы? Александр, Александр, это больше криптовой? Есть в одном виде прикормки у нас мотыль сушеный, у нас есть, мы используем гомарус, мы из живого сами делаем креветочную муку, я миллион раз говорил уже. Так, что еще? По-моему, все. Есть каверный вопрос такой, какая ароматика работала на Варнавинском водохранилище в Абинске в 16-м году? Расскажите поподробнее о прикормке и тактике ловли именно в этом году. Ребят, если мы поедем в этом году туда, на чемпионат России, то мы обязательно снимем фильм и расскажем вам от и до, как там ловить, потому что там есть две ситуации, когда клюет только платва и когда клюет только карась. Мы вам все это расскажем, снимем, покажем, но сейчас мы не будем рассказывать, потому что там будет в этом году запланирован чемпионат России по фидеру. Поэтому извините. С большой долей вероятности, который может не застоять. Нет, но я говорю, да, с большой долей вероятности, поэтому пока это останется тайной. Александр, пробовали ли вы использовать ненатуральные запахи типа керосина? Я нет. Я тоже не пробовал, наверное, не буду никогда пробовать. Так, время вопроса слева, вот там ничего. Так, мимо. Так, посоветуйте ли корму МС фаттер какую-то арому? Ну, наверное, тебе, Сан Саныч, больше вопросов. Ну, так нету. Мы аромы добавляем вообще по одному принципу, как мы сегодня весь вечер говорили об этом. Это не имеет значения, используется ли серия премиум, используется ли серия World Champion или МС фактор. Это подход один и тот же, общий. Ну, да, для всех серий выпускаем на заводе Дунаев подход один и тот же. На какие условия рыбалки применять арому белая рыба интересен лещ? Ну, ребята, я уже сколько раз говорил, и сегодня уже много раз говорил, арома подбирается под водоем, а идти, вот, вы взяли белую рыбу, идти на водоем просто поймать леща, ну, не знаю. То есть, если у вас есть водоем, то вы под него должны подбирать арому. Вот, можете, конечно, пойти с другой стороны, под арому подобрать водоем себе, просто брать одну арому и объездить 10 водоемов, посмотреть, на которых будет кривать леща. Можно пойти по этому пути, но мы все-таки идем от простого, и поэтому просто под водоем подбираем арому. Какими, какие аромы использовать для заильных стоячих водоемов летом? Да все те же самые, просто концентрацию увеличить и все. Это вот мое мнение. Просто ел съедает сильно ароматику, поэтому увеличение ароматики, ну, это, опять же, из личного опыта работает великолепно. Расскажи, здравствуйте, расскажите, как правильно делать прикормку из вашей базовой смеси, где ее использовать? Александр? Можно еще раз вопрос? Здравствуйте, расскажите, как правильно делать прикормку из вашей базовой смеси, где ее использовать? Да, то же самое, принцип замешивания, он сохраняется для всех прикормок, но я бы посоветовал бы тут базовую смесь добавить, наверное, вот жмыха подсолнечника, либо жареной примолотого подсолнечника, но просто мне родные добавки, компоненты, там можно копры добавить, то, что мы фасуем, тоже очень неплохо улучшает, и вот арома, подход к ароме, он тоже общий, как вы планируете, как где работает арома, так и используется. Саш, вопрос лично к тебе. Процентное соотношение механика арома животина по степени важности? Я думаю, что это меняемое, процент будет меняться в зависимости от того, что работает. Допустим, живой компонент, как он удачно работал у нас, когда появился, и как каждый год все хуже, хуже, хуже. Конечно, живой компонент в общем, я проявляю сам на парыше, конечно. Что касается мотеля, он всегда работает, я думаю, тоже так. Не всегда есть водоемчики, где они работают. Я думаю, что механика смеси тоже в фидере нивелируется тем, что кормушка, а ароматика подбирается под водоем и так, так, так. Ну, вы знаете, наверное, так. Если удачно подобрана ароматика, большой процент, 50-60 процентов. Значит, если работает живой компонент, то он может заменить ароматику в эти 50-60 процентов. А вот, наверное, сама, сами смеси, ну, процентов, наверное, 20-30, примерно так. Ну, плюс еще, не забывайте, там, большой процент, это умение, умение рыбака, руки, голова, это тоже влияет. Виталий, много вопросов еще, может, мы сегодня пораньше закончим? Ну, на самом деле, уже два часа прошло. Да, уже два часа. Ну, давай тогда последний вопрос. Не забудьте выбрать лучший вопрос за сегодня. Голос за кадром. На каком расстоянии в воде, если брать стоячий водоем, работает арома? Радиус, так сказать, действия? Вот. Честно сказать, об этом никто никогда не задумывался, это вам никто точно не ответит, но соревнования зачастую часто показывают, если у тебя все хорошо, прям великолепно, то, как минимум, своих соседей ты должен обловить. То есть, ну, радиус около 10 метров, это как минимум рабочий. Ну, это мое мнение. Опять же, это никто не замерял, и замерить это невозможно, но когда ты облавливаешь свои соседи, и когда у них совсем не клюет, то я думаю, что да, где-то около 10 метров как минимум это работает. Ну, Виталь, ты знаешь, вот по поводу вопросов, нам сказали, что надо выбрать лучший вопрос, а сегодня столько много хороших вопросов, я даже не знаю, с чего выбрать их. Они все тематические, все правильные, все то, что ты считаешь, все очень интересные, вообще, ребят, молодцы вы, то, что такие вопросы задаете, что думаете, это прям прям очень приятно, и вот стимулирует двигаться, да. ну и какой вопрос, может тогда фактор жеребевки тоже не прокатится. Я не знаю, столько, да, все вопросы, они все были именно тематические, поэтому как-то даже трудно будет выбрать. Вот. Ну, не знаю, на самом деле мне понравилось вот про распространение аромы. Ну, давай. Вот их два было, их два было, правда, один, который, типа, с утверждением, что рыба не чувствует запах в воде, ну и как бы, надеюсь, мы человеку ответили правильно, и второй вопрос, вот последний был, который мы ответили, на какое расстояние распространяется. Ну, давай, хороший вопрос, действительно, я за этот вопрос. На какое расстояние распространяется? Да, да, очень интересно, я просто знаю не про ароматику, а про червяка, опарыша, мотылья, насколько они привлекательны, насколько и рыба чувствуют. А как это вычислено было? Какие-то опыты проводились, наверное, ну и плюс еще... Ну, ну, если они, ну, смотри, червяк, опарыш и этот, они все-таки больше боковой линии чувствуют их движение. Движение, да, ну и запах тоже есть. вот так. Ну, не знаю, наверное, все-таки... Ну, вот это, да, выберем? Давай, хорошо, хорошо. Так, а кто его написал? Он недавно был, да? Да, он был... был, 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 я даже не знаю, я имена не читаю, я просто так прочитал. Как он был сформулирован? А, вот радиус действия сейчас нашел. Нашел? На каком расстоянии в воде, если брать стоячий водоем, работает арома, радиус, так сказать, действия? Он, да? Да. Макс Николаев. Отлично. Если хотите поучаствовать у нас в эфире, поздавать нам вопросы всей команде в пятницу ориентировочно, найдите меня ВКонтакте или вот после завершения трансляции на Ютьюбе напишите адрес своей почты и, собственно, свяжитесь с нами, там уже все поговорим. Да, все, и последний вопрос на засыпку. А подобрать арому под водоем есть начальная база, с чего начать? В начале стрима, мне кажется, я максимально расширенно на это ответил. Вы просто, наверное, не успели к началу стрима, поэтому посмотрите записи. Я там, ну, наверное, максимально, да, развернуто ответил на этот вопрос. Вот. Все. Всем спасибо. Спасибо, что смотрели нас. Хорошие вопросы. Двойная благодарность за эти вопросы всем, кто задавал. Завтра мы выходим в эфир, по-моему, мы тоже. Вот. Но не знаю, с Виталиком. В смысле, мы с Виталиком. Завтра другие лекции будут вести. Да, так что всем спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok,